Привет всем! Мне прям даже просто интересно! 19 октября! 19 октября я последний раз играла в эту игру! А знаете, какое сейчас число? Я скажу, потому что вполне возможно, эта серия будет выпущена как раз-таки не тогда, когда я ее снимаю. 26 ноября на дворе. 26, да, вечер пятницы. Почему бы не поиграть в Сибирь? Наверное, на тот момент, когда... Нет, никогда. Так, мы где? Мы в Баракштадтском университете. Я помню, это пижон, вот этот козел, который до нас домогался. Какие у нас вообще задания? Ничего не помню, если честно. А, это просто мы разговаривать можем, да? Так, последнее, что я помню, с нами разговаривал по телефону наш этот начальник. Он нас чуть ли не покрыл всеми матами. Сказал, что типа давайте быстрее, где вы там шляетесь? Какого черта? Меня не интересует вообще ничего. Привезите мне подписанный контракт, договор на фабрику, да? Так, вот это какая-то конструкция. Давайте взглянем. Скорее всего, когда выйдет эта серия... Там, в общем, по идее, выходит видео по Алну Уэйку на канале. И вполне возможно, что они еще не довыйдут к тому моменту. Так, я уже вижу какие-то штучки. Но на момент, когда я снимаю эту серию, я уже закончила проходить Алну Уэйка. Так, это какие-то весы, да? Эта штуковина застряла. Да, ну естественно, все механизмы застроят. Там какой-то крюк, давай мы его как-то... Нет, нет, это прекрасно. Он нам показывает, что это сюда не применяется. Великолепно. Эта штуковина застряла? Да, все-все-все. Сбрасывать можно. Это прекрасно, что можно сбрасывать. Просто великолепно. Закончила проходить Алну Уэйка. Так, а что, все, да? Мы не подняться, не взобраться, ничего не можем, да? Получается, да. Это мы просто по кругу пройдем, да? Да. Ну, тогда пойдемте дальше. Мы вроде не все тут осмотрели в последний раз, когда это было. Больше месяца назад вообще. Просто. Мало то, что я и так смутно помню все по этой игре, так я теперь еще не помню, на чем мы там остановились, где закончили. Но я отвлеклась. То Limbo of the Lost, вот этот вот город потерянных душ, отвлек меня. Ася, какие тут лестницы, я и забыла даже. А, быстро по ним спускаемся, отлично. Сюда никуда не подойти, да? То, значит, этот город потерянный... Так, вот туда можно. Вот сюда можно. Сюда тоже можно. Город потерянных душ проходила, значит, закончила, завершила, отвлеклась. Но потом, значит, Alan Wake у меня наконец-таки стал записываться. До этого не записывался все вообще. Не то, что не записывался, он даже не шел. Он просто не шел. Он просто тормозил и лагал. Ну, в общем, все прекрасно. Естественно, я, короче, переключилась на него, записала все, посмотрела. Вынес он мне все мои нервы, все мои мозги. Это вообще... Я даже не знаю, смотрибельно ли это. Какой-то ржавый корабль, смотрите-ка. Вообще не знаю, смотрибельно ли это то, что я записала, но все-таки записала, поэтому пусть выкладывается. Там, мне кажется, меня так знатно бомбило в каких-то местах, в каких-то... Почти во всех дам на борту. Готен так, шерна, мадмузель. Мой муж говорит, добрый день, леди. Вы хотели говорить с нами? Да, хотим. Какое счастье просто, что здесь озвучка есть. Я просто вообще сейчас кайфую с этого. Меня зовут Кейт Олки. Я юрист, и я отвечаю за этот поезд. Мне эта ситуация в новинку, если честно. Юрист, хорошая работа, много денег. А ты все, да, лафа закончилась? Нет, не слишком много. Впрочем, я не жалуюсь, бывает хуже. Юристы всегда, брат, много денег. Мы не могли бы сменить тему. Я бы не хотела обсуждать этот вопрос. Какая скромная. Какая-то навязчивая баба, смотрите-ка. Юристы всегда брать много денег. Я только что встречалась с ректорами. Они приказали мне убрать поезд до станции. Дурацкая шутка. Как можно убрать поезд, если его с места не сдвинуть? Вы не знаете, как это сделать? Мы ничего не знаем про поезда. Это ваше дело. Спасибо за сочувствие. Они вообще какие-то... У меня проблемы с поездом. Он вроде как сломался, а мне позарез нужно убрать его со станции. Вы не могли бы отбуксировать его до стены? Во! Шлюз закрыт, боржа заперты. А если шлюзы откроются, вы мне поможете? Поркино! Мармоны вордацферка. А, это можно. Мой муж говорит, мы помогать, если выдать деньги. Козлы. Хорошо, сколько? Чи квантэ. Он катеть 150 долларов. Твать! Ты что делаешь? У меня столько нет. Нет деньги, нет боржа. Коза! Нет, 125. И речи быть не может. 100 долларов и ни цента больше. Хорошо. Боржа за 100 долларов. Отлично. Когда подождите, пожалуйста, я постараюсь вернуться как можно скорее и с деньгами. Ах ты коза, он сказал 50. Да тварь, а. Вам, наверное, понравилось бы путешествовать. Вы бывали в Нью-Йорке? Мы не понимаем. Я ищу одного чудака, который, кажется, живет в Сибири. Сибирь, представляете? Вы там бывали, наверное? Сибирь? Нет. Очень холодно. Боржа не ледокол. Да-да. Моя твоя, я знать не знать. Надеюсь, мой поезд не слишком велик для вашей барши? Так он понимает. Мой муж говорит, все хорошо. Сильный мотор. Он понимает, что он говорит. Сказать, мы ведь не так уж далеко от заводника. Глупо, верно? Столько усилий ради нескольких ярдов. Положить поезд на боржа? Нет. Нет возможности. Чего-то прям... Так, про чем мы там про поезд... Давайте про птицу. Вы еще не видели местную станцию? Там так красиво, столько птиц. Мы не ходить, сладко. У мой муж береговая болезнь. Да ну еще бы. Смотри, с тобой хоть куда угодно, а деньги с нее берет. Как козлина. Не слишком любезно с вашей стороны пользоваться моим положением. Мы могли бы оказывать друг другу услуги, даром, просто по дружбе. Фавор, фавор, а ложь быть над фоль. Мария, вык фоль. Что вы сказали? Мой муж говорит, нужно деньги, чтобы жить. Сто доллар это немного для такой леди. Он не то сказал. Мы все видели. Вам-то по чем знать? Ну. Он вообще не пострадал. Что ж, тогда я пойду. Простите за беспокойство. До свидания. Он понимать-то все понимает. Видимо, говорить только не может это на английском, получается. Они немцы, да, наверное? Кутунархи, ничего он там говорил, я не поняла. Ну, речь похожа на немецкую. Что я там пыталась сказать перед этим? Бомбило меня от Алана Уэйка. Просто прям нещадно. Меня убивали, расчленяли. И поэтому такое сейчас кайф. Во-первых, что здесь речь переведена. Потому что там это просто невозможно ничего было успеть прочитать, услышать, послушать. Вообще жесть. Просто. А там что? Подожди, там что? Вот. А, подожди. Где нам деньги? Ну-ка, может, нам Оскар даст? А что, у тебя реально нет с собой денег? Ты поехала в поездку без бабла? Давай, может, нам шеф вышли сто долларов-то? Как сказать, это нужно для рабочих, рабочих моментов. Все дела. Ты что застряла? В общем, кайф. Кайф полный. Спокойная, тихая игрушечка. Никто нас не стреляет, никто не убивает, серпами нас не бьет, ничего сбоку, ни сзади. Тише ты кладь, спокойствие и умиротворение. Прям вот отлично для пятничного вечера. Ужасные, тяжелые, трудные недели, рабочие, да? Прекрасные. Именно поэтому я решила вернуться в себя и не сейчас. Мне просто было необходимо. Как успокоение для нервов. Оскар, здорово. Я тебя не видела больше месяца. Но Кейт всего лишь там. Оскар, у тебя все в порядке? Да, Кейт Уолкер. Я ожидаю ваших инструкций. Дай нам денег. О, реально. Оскар, матросы согласились отбуксировать поезд, но им нужно заплатить. Надеюсь, у тебя есть наличие? Да, сейчас он шестеренку посмотрит. Подобным материалом поезд не оснащен. Тем не менее, здесь есть все необходимое, чтобы обеспечить пассажирам максимальное удобство. Ясненько. Ладно, разберусь сама. Давай кресло одно продадим им. Оскар, я пошла. Чао-ка-као. Чао-ка-као. До встречи, Кейт Уолкер. До встречи, да-да-да. Чао-ка-као, Оскар. Давайте продадим что-нибудь с поезда. Получим деньги, нормально будет, мне кажется. Так, и где нам брать деньги? Так, это, наверное, армизонские или аризонские какие-то там, амерзонские какие-то кукушки, мерзкие, короче. Но ничего не можем им дать. Нет, ничего. Ну, крюком, крюком, может быть, в них? Что-то нам, по-моему, туда надо. По крайней мере, показывают, что... Омерзительные индушки нам не дадут пройти, скорее всего. А че, никто не знает, почему я не посмотрела время, когда начала запись. Сколько там теперь? По 300 лет? Я вроде говорила о том, что имеет смысл записывать квесты по времени чуточку подольше, чем все остальное. Птички вот летают. Здесь прям целый ботанический сад, реально. Я, может, в прошлый раз так говорила, но я этого уже не помню. Так что у меня руки непроизвольно, короче, тянутся к кнопкам. А здесь не надо это. Здесь можно... Тупо мишек, прям вот одной рукой. Расслабон конкретно. Великолепно. Мне туда не попасть. Давайте расслабляться. Давайте просто расслабляться. Туда не попасть. Хорошо. Пошли дальше в другое место. Попытаемся попасть в другое. Так, здесь что-то ныкнуло, нет? Деньги. А может, пошли к этим профессорам, к ректорам, к этим всем... Я помню, там троица этих мужиков, которые нас просто загнобить пытались. Козлы такие. Сидят там на своих жопах. Один из них, по-моему, очень бешеный, насколько я помню. Ну-ка, давай. Эдин. Вот, значит. Баракштадт. Вот какой. Мне интересно, а мы, получается, из швейцарских альп или из французских, в итоге? Получается, это что? Это какая территория? Это что? Что? Баракштадт. Название как будто прям немецкое. По набору букв и звуков. Похоже прям на немецкое. Прям до Сибири-то пешкодралом почти едем. Ну, на поезде. Да? Какой маршрут-то? В общем, короче, экскурсии... А у этого щегла нет денег? Ну, подожди, пижон этот. Здравствуйте. Привет, крошка. Потусуемся? А, нет, это все одно тоже. Не припомню, что я... Не, не, не. Слушай, сопляк. Козлина. Нет, мы не будем с ним разговаривать. Он сумасшедший. Неадекватный. Мне кажется... У него там каска на голове. Возможно, он ее однажды не надел. Ему на голову что-то упало. И он с тех пор дурачок. Скорее всего, так и было все. В любом. Других вариантов просто нет. Давай, пошли в это здание. Он медленно ходит. По-моему, она быстрее ходила. Два раза. Там профессор вот с этой стороны, по-моему, был. Который там лекций такой. Да, вот этот крутой чувак. Он прям не очень нравится, как звучит. Ну, в смысле, озвучка сама. Неплохая. Прошу прощения, профессор. Да. Профессор, это снова я. Ага. Да в чем дело, мисс? У вас бабла нет? Эм, профессор. Ну, как бы это сказать. Понимаете, когда я сюда ехала, я не думала, что мне понадобится много денег. А тут, в общем, мне нужны деньги. Я понимаю, что это наглость с моей стороны, но не могли бы вы мне помочь. А у него откуда такие сумки? Дорогая моя, знаете, я с радостью бы, но, увы, моего заработка... Хе-хе-хе. Едва хватает на мои собственные скудные нужды. Простите, пожалуйста, я не хотела... Ну, впрочем, пример Ганса показывает, что некоторые вознаграждения можно получить, оказав университет кое-какие услуги. Впрочем, этим ведает ректорат не я. Спасибо. Ну что ж, не буду вам больше надоедать. Надеюсь, я не слишком вам помешала. Как вы говорите? А, нет-нет-нет. Нисколько, дедушка, нисколько. Он очень мне нравится. Прям вот типичный такой, какой-то прям профессор. Прям очень такое у меня вызывает теплые чувства. Потрясающий дядька. Так, ректорат. Идем в ректорат, потребуем с них бабла, чтобы... Они же хотят, чтобы мы убрались, правильно? Это же им нужно. Нам-то не особо нужно. Мы постоим, нам не к спеху. А вот вам-то нужно, чтобы поезд ушел. Вы же сами кричали, что поезда должны приезжать, останавливаться и уезжать. Вот, поэтому дайте нам бабла. Мужики, заведуйте. 40 лет или сколько там, 30 лет? Прошу прощения за беспокойство, господа, но у меня небольшая проблема. Бабла у нас нет. Проблема? Сейчас у всех свои проблемы, значит. Моя проблема ваша. И земной шар от этих проблем пока не остановился. Угу. И поезда со станции не прекратили уезжать. Прекратят. А если вы не дадите денег? Я нашла матросов, которые согласились отбуксировать поезд со станции, но у меня нет денег, чтобы им заплатить. Не могли бы вы одолжить немного? Как это интересно! Комбесно! И вот она! Обсуждает консилию, что вы смотрите, собрали. Я могла бы заработать эти деньги. Звучит страшно. По-любому вот это вот, вот это вот справа, тварь рожа. Нам нужно обсудить один важный вопрос. Ну быстрее обсуждайте. Совершенно верно. По этому вопросу нам необходимо срочно прийти к соглашению. Ну быстрее достигается консенсус. Надеюсь, вас не затруднит немного подождать. Ёкарный папа. Ну конечно. Долго ждать надо. Можно здесь подождать или выйти надо? А почему бы нет? Да неужели. Если мы при этом и от поезда избавимся... Именно. Именно вам это нужнее, чем... По-моему, прекрасная идея. Потрясающе. Так что же вы решили, джентльмены? Джентльмены. Вы уже должно быть видели. Великолепный механический оркестр, который украшает главную площадь университета. Да-да. Уникальный образчик механической игрушки, который, к сожалению, перестал действовать. Какой оркестр? Мы все хорошо помним его прекрасной мелодии. Мы предлагаем вам определенное вознаграждение, если вы сможете его восстановить. С удовольствием. А что нужно делать? К сожалению, дитя мое, овремя и ржавчина сделали свое черное дело. В наших автоматах больше нет пружин. Ха-ха-ха! Вам придется немного поразмыслить над этой задачей. Правая. Честно говоря, в Баракштадте есть немало сложных механизмов, но, к сожалению, инструкции к ним утрачивают. Ну вот и лохи. Тем не менее, ваш поезд это такое чудо техники, что вам такие автоматы вряд ли в диковинку. Мы рассчитываем на вас, мисс. Что, что мы с этими автоматами имеем дело? Надеюсь, я оправдаю ваше доверие. Всего лишь пару дней, а то и меньше. Коллеги, вот еще одна проблема с плеч долой. Козлы выезжают за счет... Что-то мы заговорились. Посмотрите на часы. Пора пить чай. Какой чай? Как летит время. Благодарим вас за визит, мисс. Спасибо вам, Джинки Милли. 40 лет. Он и на Ганса наезжал, он и на нас наезжал. Самый такой крикливый, пискливый вообще урод. Ой. Что происходит? Ну, пошли. Посмотрим. Я, честно говоря, это оркестр, да, стоит? Я не поняла, какой оркестр вообще. Где оркестр? Где они такое увидели? Я тут прохожу. Никакой музыки что-то нет. Очень, вообще прям скудненько. Только топот ее ног слышно. Где вся музыка-то? По-моему, в игре была музыка. Может, что-то... Ну-ка, подождите, где там настройки? Может, я что, отключила? Параметры? Ну, нет. Я ее уменьшила, потому что иначе она нас оглушит. Но, как бы... Я не знаю. Ну, ладно. А, вот это типа оркестр, наверное. А, ну точно, там вон на скрипке кто-то играет. Точняк. Так, подожди, ну так нам что-то нужно для этого. А у нас где все это искать? Женщина. Кейт, где мы будем это все искать, интересно, а? Нам нужно какое-то яйцо. Эта штуковина застряла. Естественно. Так. Ну, пойдемте. Пойдемте, надо все облазить и обследовать. Так. Идем куда-нибудь. Нам, получается, нужно какое-то типа яйца что-то. Типа яйца. Может, у этих, у птиц отжать? Ну-ка, пошли посмотрим. Мы вообще здесь все локации осмотрели или нет? Я немножко не понимаю. Вот здесь мы проходили, нет? А, ну сейчас мы попадем туда, правильно? К этим... Борж... Боржа. К этим немцам. Ну-ка. Да, вот здесь немцы находятся, правильно? А как нам там походить? Да. Ну, здесь у них ничего нельзя поджать, отжать, подрезать. Нет, нельзя. Тогда пошли. Ну, давай. Ну, что ты встал? Прям вот. Сейчас начнутся многочасовые хождения, брождения в поиск какой-нибудь одной детали. Но это все равно, мне кажется... Все познается все равно... Все познается в сравнении. Все реально познается в сравнении. Тихо, спокойно играем. Никто никуда нас не торопит, не нападает. Никакие горны, никакие предметы, никакие... Вообще просто тени, не тени. Да, помимо этого... А сюда мы ходили? Не помню. Да, может быть, где-то уже сказала? Нет, мы здесь, по-моему, не были. А, здесь ей нельзя, да, никуда? Нет, можно, смотрите-ка. Вот, проход есть какой-то куда-нибудь. А, это мы, кажется, вот здесь вот книг взяли. С этим чуваком. Ну-ка, давай пообщаемся. Можно ли вас побеспокоить? Ну, смысл деньги у него... Я могу вам чем-нибудь помочь, мисс? Нет, это бессмысленно. Не буду вам больше разговаривать. Добро пожаловать в Баракштад, мисс. Да, да, спасибо. Значит так. Ну, по-любому у птиц яйца надо отжимать. Может быть, кто-то из них спер яйцо? Ну, хотя как они... Просто оно похоже на яйцо золотое такое. Прямо золотое. Так. Так. Так, 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 так. У нас есть только вот этот крюк. Куда его применять, очень непонятно. А там впереди мы были? Нет, не помню. Ну, давайте сейчас побегаем, посмотрим. Тут все осмотрим. Так, вот тут вот эти бешеные куры. Здесь там дверь, которая не открывается. Ну, пойдемте к курам. Оморз... Короче, мерзкие кукушки. Омерзительные кукушки. Вот, наверное, мы не сможем залезть, правильно? Они нас будут сейчас и заклюют нас. Бешеные... Бешеные... Ну, точно. Опа-го! Что бы в них кинуть-то? Семена какие или еще что? А может быть, можно про них поговорить с этим мужиком? Нет, это у меня заяц дело. А, и сюда нет прохода больше, кстати, смотрите-ка. А мы можем пройти вот здесь, интересно? Ну-ка. Может, у Оскара есть корм для них? И по идее нужно насыпать какой-нибудь корм, да? Логично? Чтобы отвлечь их. Они будут есть, отвлекутся от нас, и мы сможем спокойно залезть туда и посмотреть, что там. По-любому так можно. Но вопрос... А, вот, наверное, вот эта лестница, она куда-то ведет. Наверняка. Ну-ка, пошли с этим мужиком пообщаемся на все темы еще раз. Не знаешь, что делать? Повторяю все то же самое. Как мы в городе потеряли душ? Постоянно просто предметы друг на друга все подряд накладывали. Так и здесь. У нас, правда, накладывать нечего, но есть о чем разговаривать с людьми. Можно мне вас побеспокоить? Я могу вам чем-нибудь помочь, мисс? Так, какие-то там разговаривали. Вот птица. Здесь столько птиц. Просто поразительно. О, у нас тут непростая станция, мисс. Здесь содержится чпак. По-моему, окусили. А знаете, что самое сложное? Что это было? Кошмарное. Вы же знаете, кукушки подкладываются. Кукушки в яйце. Да, понимаю. Понимаете, факультет объявил этих тварей охранник. У вас тут есть? Просто чудо техники. Ее. А почему? Да я туда не залезу просто. Сочу. Нет, все это мы читали уже. Значит, нельзя, да? А задача? Я только что из ректората. Они сказали убрать пояс, осталось и как можно быстрее. Я от них этого и ждал, честно говоря. Правила есть правила, и их надо выполнять. С местной администрацией лучше не конфликтовать. Это точно. Мне и так неприятностей хватает. И что мне делать теперь? Ну, я бы посоветовал поезд передвинуть куда-нибудь. Давай, вставай. Я же говорю, у него пружины не заведены. Похоже, все вокруг на меня все хотят свалить. Ну что, двигатель не работает, я понял. Может, как-нибудь по-другому его передвинуть? Ну, можно, конечно, попробовать. А что конкретно вы посоветуете? Да так, ничего. Просто в голову пришло. Но в любом случае здесь вам оставаться нельзя. Вы уж извините, но у меня работа такая. По идее, нам это должно было подсказать, что мы можем его... Не буду вам больше надоедаться. Передвинуть с помощью тех немцев. В паракштад, мисс. И с помощью их лодки. Ну, мы уже, как обычно, чуточку опередили события. Мы уже сами догадались. Не тебя к черту. Давай вообще, слышь, вставай. Ты с одной стороны, а я с другой толкать будем. Кость. Где я вообще слышу? Ты вообще... Может, как-то по-другому оперединить? Может быть, если ты станешь и поможешь. Я думала, нам-то с кормом для птиц вообще-то. Так. Ну, че, вообще неплохо идти. Давайте туда сходим. Нет, подожди, мы хотели в другой сторону. Стой, Кейт. Развернись. Да, развернулись, смотрите-ка. Прекрасно. Прекрасно. Давай туда сходим. Прямо. Мы там были или нет? По-моему, мы там были, вы увидели пружину. Нет? Я могу путать, на самом деле. Пошли, смотрим. Вот наш чудный, дивный поезд. Где же нам взять корм для этих омерзительных птиц? Даже что-то ума не брало. Мне кажется, мы тут были. Мама. Я могу ошибаться. Либо у меня вообще всплывают обрывки. Вон еще, кстати. Обрывки воспоминаний просто из того, когда я играла в эту игру. Да нет, мне кажется. Надо было, наверное, пересмотреть, может быть, видео перед тем, как начинать играть. Но я так спонтанно, внезапно включила ее. Я вообще собиралась в другую игру. Пора ходить. Явно нету. Но внезапно мне захотелось спокойно. Просто спокойствие. После стольких дней мучений. Это вообще, это беда, это беда. Но мне понравилась игра. Мне очень понравился сюжет. Ну, за исключением концовки. Как обычно. Это стандартная ситуация. Мне многие фильмы так... И книги не могу сказать. Книги обычно концовки мне нравятся. Из тех, которые я читала. Здесь ничего недоступно, кстати говоря. Вообще. От слова совсем. Ладно. Пойдем назад. Надо прям внимательно осматривать. Нет ли тут ничего такого? Что можно подобрать какие-нибудь семена или что-нибудь. Где нам взять это? По всем локациям идти, что ли? Мы вроде везде были, кстати. Здесь, по идее, нет такой фигни, что типа, пока тебе это не стало нужно, ты это не заметишь и не возьмешь. То есть оно неактивно. По-моему, здесь можно, например, крюк вот этот. Мы подобрали же. Хотя черт знает, для чего этот крюк нужен. Может, он уже сейчас нужен. Я просто не могу догадаться, куда его применить. Но у нас пока нет никаких действий с крюком, чтобы его куда-то применить. Единственное место, это вот этот вот оркестр, и там крюк не нужен. Так что... Вот как-то так-то... Эй, тут у тебя есть какие-нибудь идеи? У меня вообще идеи попадают. Что это такое? Мы куда пойдем, или мы в поезд зайдем? Нет, так уж. Вообще нет идеи. Нам нужен корм этим погранным птицам. Может, у Оскара есть? Вряд ли, у него ни денег, ни корм, ни корм. Подожди, у нас есть буфет. Ресторан-буфет. У нас там есть какой-нибудь хлеб? Где у нас ресторан в поезде? Нам нужен хлеб. У тебя есть хлеб? Оскар. Оскар, хлеб есть? Оскар, у тебя все в порядке? Да, Кейт Уолкер. Я ожидаю ваших инструкций. У него все в порядке, в отличие от нас. Правление университета хочет, чтобы мы убрали поезд со станции. Согласно внутренним правилам, поезда предназначены для движения по рельсам, а не для простаивания на корме. Они правы, Кейт Уолкер. Тем не менее, наш поезд уникален, и примитивное оборудование станции не сосредствует его современной конструкции. Вы слышали? Продушек нельзя винить. Кроме того, это не их проблемы, Оскар. Вы правы, Кейт Уолкер. Более того, эти проблемы также и вне моей компетенции. Кто бы сомневался? Примитивное оборудование станции. Вам ясно? Примитивное оборудование станции. Оскар, я пошла. Чао-ка-као. Подожди. До встречи, Кейт. Про птиц. Ну, куда ты пошла? Давай про птиц спросим. Че там? Не помню, спрашивали, нет? Оскар. Да. Хорошо, что можно забраться. Ты бы пошел прогулялся, Оскар. Жидкие экскременты пернатых могут губить. Ну, разуми. Оскар, я пошла. Чао-ка-као. До встречи, Кейт Уолкер. Может, у нас здесь что есть внутри? Мы можем взять мамонта. Показать профессору. Блин, точняк. Давайте покажем профессору. Он же там нам читал целую... Мне не нужен лишний губ. Я думала, она может взять чемодан. Думаю, зачем он ей... Че он с ним делать-то будет? А тут нету ресторана, да? Ну, как бы он есть, но мы в него не можем попасть. Он нам недоступен по локации. Ну да, получается так. Ладно, пойдемте покажем ему эту фигурку мамонта. Реально. Может, он нам даст семена за это? Каким-то там хлебушком, че-нибудь-то. А нам в какую сторону? Вот в эту? Нет? Давай назад. Нам не сюда. Они там что-то клюют. У них, может, тоже что-то насыпано. Но если они... У них насыпано, то че они тогда на нас это так агрятся? Давайте вы будете спокойны. Жалите свой корм, вам не мешаем совершенно. Вот не дай ему них название, а мерзонские кукушки. Вот кукули тут. Ну-ка, пошли. По-моему, оно двигалось быстрее. Хотя, может быть, это я просто уже отвыкла. Серьезно, надо по три раза нажимать. Может быть, я отвыкла за все это время. Реально, больше месяца. Это же вообще... Ну, что, говорю, отвлеклась. Я и сейчас-то собиралась совершенно другую игру записывать, но... Прям вот захотелось. Здесь, может быть, где-то там можно что-то найти. Насыпано. С этим мы не будем разговаривать. Это вообще... Очень противный мужик. Маменькин. Шел бы ты к мамочке. Сопляк. Угу. Вот. Ну, захотелось прям вот чего-то такого. Умиротворенного. Ну, я прям чувствую, что сейчас меня начнет поребешивать. Если мы будем еще час-два бродить, и ничего не будет происходить. Мне тяжело. Но пока что у нас все-таки как бы... Что сейчас? Викнуло, нет? Пойдемте, отдадим ему игрушку. Не отдадим, нет. Мы ее не можем отдать, но мы ее можем показать ему. Стой. Не надо. Надо вот так. Так. Точно. Смотрите, можно. Прошу прощения, профессор. Профессор, это снова я. Он сейчас, наверное, в таком восторге будет. Профессор, я принесла вам кое-что. Возможно, это вас заинтересует. Посмотрите. Он сейчас вообще охренеет. Ой, вообще, осторожно. Дайте-ка, дайте-ка сюда. Так, фигурка мамонта. Да это... Это же... Кукла Ганса, верно? Да-да. Точно. Дедушка, как же вам удалось. Это вообще было сложно. Господи, боже мой. Я держу ее в руках. Она существует. Да, прикинь. Прошу прощения. Я... Я... Я просто потрясен. Гром будет в шоке. Вот видите, ваш Ганс и мой господин Форальберг, это один... Совершенно верно. Боже мой, невероятно. Сколько лет прошло. Как мне благодарить вас, дитя мое. Я не могу тратить ни минуты, мне нужно в лабораторию. Эту фигурку необходимо досконально изучить. Можно позаимствовать у вас это сокровище, детонька? Он шикарный. Ну, вообще-то... Ну, на время. Не беспокойтесь, мисс. Я буду обращаться к ней крайне осторожно. Я тебе верю. Но не исследуйте ее просто выше моих сил. Ну? Это такое чудо, что я готов сегодня же прочитать экспромтом лекцию на эту тему. Да. Если вас интересует Ганс и Форальберг, вам просто необходимо ее послушать. О, давай. Вы так считаете? Разумеется. Если вы дадите мне свой номер телефона, детонька, я позвоню вам перед началом. Я верну вам фигурку в конце лекции. Даю вам слово. А все, мы договорились, типа... Я же говорила, он будет в восторге. О, нам какие-то двери открылись. Он будет просто в восторге. И, конечно, для него, ну, для него, он изучает, если все, вот этот период всех этих мамонтов. Для него, конечно же, это просто вообще шедевральный материал, который... Ну, как это оставить без внимания? Ему необходимо изучить, естественно. И лекцию послушаем прекрасно, вообще идеально. Мне кажется, может, мы здесь корм найдем? Вряд ли, конечно. Он вообще по птицам сказал не спец. Он больше вот по, видимо, палеонтологии, по всякому такому. О чем? Мы просто посмотреть можем, да? Ничего не достать? Вот! Это же валик! Это валик Ганса! Музыка, наконец, появилась. Наконец, появилась музыка! Прекрасно. Без музыки вообще как-то было... Что-то мелькало, да? Надо поаккуратнее водить. А то я так вот это вот ввожу, блин, быстро. Ничего нет. Не замечаю. Ну, такое ощущение, что мелькнуло. Ну, может, вот реально... Глюки могут быть. Вполне могут быть глюки. Прям целая химическая лаборатория, смотрите, у него. А здесь что? Можем с ним пообщаться, кстати, все еще. Это мне сейчас не нужно. Смотри-ка, что-то взяла, а что-то... Это мне сейчас не нужно. Подожди-ка, как это так? Я думала, здесь нет вот этой хрени, что по времени нет. Берешь и берешь. Нет. Все-таки нужно свое время для этого. Это мы туда пойдем, правильно? Давай. У него есть что на столе отжать? Тут есть что посмотреть? На самом деле... Да, в чем дело, мисс? Грустненько сейчас. А, ну это все то же самое. Ну что ж, не буду вам больше надоедать. Как вы говорите? Это мы все слышали. Грустненько. Когда он сказал, что ему едва хватает денег на его скудные нужды. Это вполне логично. Это профессор, это же вообще... Сейчас они, может быть, получают достаточно... Ну, гораздо больше... Так, это что? Гораздо больше. А вот в маленьком... Я просто к тому, что ректоры эти сидят, там чай пьют, они наверняка дохренища получают. А вот этот вот профессор, который как бы, ну... Что-то делает, он изучает, он преподает, в конце концов. Подличает от этих трех щеглов, которые там сидят и, блин, чьи разбивают. А вот деньги получают все они, а он вот... Едва хватает самому... Это че такое? Едва хватает самому. Что такое? Бесполезно, заперто. Че-то еще заперто. Мы сюда вообще, по-моему, не заходили. Че мы взяли? Пинцет? Пинцет какой-то взяли. Пошли прослушаем валик, хоть какое-то продвижение пошло. Че-то можем это, может, услышим, че увидим. Блин, где же нам корм взять этим птицам тупым? Может быть, их этой... Пинцетом их потыкать? У меня просто пинцет такое ощущение, что это просто огромного размера он. Там, по-моему, сидит одна баба, которая нам ничего не дает. Не будем к ней ходить пока. Пока что мы еще не совсем в отчаянии, но скоро. А, может, пинцетом поддеть вот этот вот инструмент? Хотя, мне кажется, она говорит, что он застрял. Давай вот мозг ему вытащим, этим пинцетом. Ладно, жестоко слишком. Но он такой просто наглый. Вот здесь. Че она говорит, что там застряла? Ну, возможно, застряла, потому что не хватает вещи одной. Где? Ну-ка. Эта штуковина застряла. Скорее всего, застряла, потому что не хватает вот такой же... Это какое-то яйцо. Нет, не применяется. Как нам выйти? Вот, вот так. Короче, идем, слушаем валик. И... Нет, не остановимся на этом. Нет. Это, как я и говорила, имеет смысл записывать подольше. Хотя, как показала практика, всякие шутеры и прочее тоже имеет смысл записывать подольше, потому что за одну серию меня могут 1015 раз убить. Просто я могу 300 тысяч раз заблудиться, повернуть не туда, пойти, блин, в обратную сторону. Ну, я совершенно не ориентируюсь в таких местностях, в играх, это прям беда. Мне вот локации идеальны. По локациям я еще, может быть, разберусь. И то не всегда. Это называется топографический кретинизм. Серьезно, топографический кретинизм. Хотя, на самом деле, в жизни... Так, нам сюда. В жизни он у меня не так... Не так все плохо. Нет. Получше. Намного лучше. Вот в игре просто прям жопа сразу какая-то начинается. А вот... В жизни чуточку все лучше обстоит. Может быть, даже не чуточку, но лучше. Определенно. Зачем мы шли сюда? Валик. Прослушать валик. Валик мы прослушаем через эту штуку. Ну-ка. Что? А, из Бракштата. Э, отдай. Вставляй. Сейчас будет видео. Приступим. Ганс, у меня грустные вести. Отец мертв. В прошлое воскресенье он мирно скончался во сне. Мне так одиноко. С тех пор, как ты уехал, отец сильно сдал. Мне приходилось заботиться обо всем. Следить за домом, вести дела на фабрике, управлять рабочими, договариваться с клиентами. Обо всем. А теперь, понимаешь, я теперь не знаю, ради чего все это. Настали тяжелые времена. Эта ужасная война не приносит ничего, кроме горя и разрушений. Автоматы теперь никому не нужны. Меня поддерживает только надежда на твое возвращение. К твоему приезду я превращу фабрику во дворец, достойный твоего гения. Пожалуйста, береги себя. Я тебя очень люблю, Анна. Собственно, вот так они и общались друг с другом. Так, она его автоматом поставит на эту полку, да? Да. Ну-ка, дайте глянь на нее. Ага, еще один валик должен быть. Так, а, там тоже полка, да? Она нам недоступна. Может быть, пока? Так и что? Ничего толкового, пока не получили. Пинцет? Ну, пойдемте пинцет на птиц применим, я не знаю. Может, что подействует? Вот эта музыка прекрасная, победная. Так они общались, и получается... Так, давайте попробуем что-то с птицами сделать. Нет! И что надо делать? Так, все, встряли. Встряли. Но это лучше, чем заблудиться. Намного. Прям вот серьезно. Так, тут ничего не вижу. Ну, здесь мы уже ходили здесь. Может быть, я что-то не увидела. Давайте еще раз внимательно все осмотрим. Ну, где же нам форм для них взять-то? Может, их какой палкой просто разогнать? Это мы назад возвращаемся. Прям вот... Может, попробуем позвонить по телефону кому-нибудь? Эм... Как там? Офис. Мама. Оливия. Дэн. Дэн, написано. Нет, Дэн. Слепая я не вижу. Как убрать? Отлично. Отлично. Но здесь ничего нету. Ну, так, что сейчас мелькало? Нет. Очередные виллюцинации. Не вижу ни черта. Вообще. Кто-нибудь что-нибудь видит, что я могла пропустить? Отчет по блок... Так, это блокнот. У нас есть документы. Вот. Может, явно ничего такого. Ясно. Ясно. Нафига мы столько набрали вещей? Я даже не знаю, что нам еще можно. Пошли. Пошли в университет. Может, еще раз поговорим с профессором? Может, уже можно попасть на лекцию? Я прям просто даже больше не знаю. Не знаю, какие еще действия нам предпринять. Очень медное перемещение идет. Прям вот очень-очень медное перемещение. Прям совершенно. Было бы неплохо, если бы на два раза она прям матери... Это... Материализовалась сразу вот там. Ну, а она нет. Она прям должна пробегать весь этот путь. Прям вот... От точки до точки. Хотя нет, здесь по лестницам она не все пробегает. Уже неплохо. Если бы она еще все лестницы эти пробегала, вообще было бы жесть. Как вообще профессор сюда взбирается? Он же старенький. Ему тяжело, наверное. Кошмар. Представляете, сколько ступеней. Там ступени, тут ступени. А может, он здесь и живет? Он, может, и не выходит отсюда? Университет такой огромный, я вообще не понимаю, кто здесь учится. Мы здесь... Что такое вообще просто там происходит? Мы здесь все осмотрели вообще? Нет, может быть, где-то здесь еще есть проходы? Тут что? Лось какой-то стоит. Так, здесь заперто, да? А, нет, смотрите, библиотека. Точно, я забыла. Мы же не пошли сюда. Я осмотреть хотела сначала все, потом. Нас ректорат вызвал, мы пошли. Все, я вспомнила. Мы тут не осматривали. Здесь, смотрите-ка, сидят студенты. Это что такое? Ты че стырила? Кейт! Пошел. Давайте сейчас... Дометка какая-то появилась. Давайте мы сейчас осмотрим все здесь. А потом я прочитаю, потому что это надолго. Мне надо приготовиться. Извините, можно вас побеспокоить? Чем? Нет. Вы слишком любезный ответ. Тише. На случай, если вы не заметили, тут запрещается шуметь. Так а мы и не шумели. Мы тихо с тобой разговаривали. Ты храпишь громче. Не хочется с нами общаться. Ну, пошли посмотрим. Здесь, кстати, не горит одна лампа. Вот это вот. Вот это вот. Кто видит? Не горит. Ломали. Тут что есть? Может, какую книгу можно прочесть? Я вообще серьезно сейчас ловлю себя на мысль, что вообще ничего не... Ну, я помню как бы отдельный... Лесенка. Отдельные какие-то вещи. Но... Празднуйте что? 35-летие. Скидки. Мне весь день присылают с этими скидками. Мне Steam прислал уведомление, что там куча ваших игр, которые вы желали. Сейчас продается по скидкам. Успейте урвать. Что происходит? Иллюстрированный указатель растений и грибов. Мы взяли книгу? Это все... Ой, не туда. Это все у нас оказалось, да? Книга о путешествии. Определитель грибов. Все, отлично. Мы все взяли. Ну, по крайней мере, еще ничего здесь нет, не вижу. Я когда вижу эти полки с книгами, я прям сразу вспоминаю только Нэнси Дрю. Вот реально, Нэнси Дрю, просто там постоянно какие-то книги нужно читать, в них какие-то подсказки, разгадки, загадки. А, мы бы вошли по кругу, да, по ходу дела? Мы вообще... Кейт, ты где? Ты вот с этой стороны. Пойдем с этой стороны. Сейчас я досмотрю и потом тогда начну... Так вот, что я там говорила, что слаблю себя на мысли? Я помню, как бы, смысл, суть, да? Но я вообще не помню, что делать по локациям, как бы, что нажимать, где выбирать. Не получится. Это мы спустимся, да? Да, а назад? Не, ну мы, короче, все... Мне кажется, мы здесь больше ничего не найдем. А кто знает? Ну тут больше даже нет никуда подходов и заходов. Не, ну это бы все по кругу... Опа, стой, 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 стой! Мужик! Явился. Добрый день. Тише, не так громко. Простите, я просто хотела спросить, не могли бы вы мне помочь? Разве вы не видите, что я занят? Чем? Что вы ищете? Не ваше дело. Извините, мне надо работать. У меня не так много времени осталось до следующего семинара профессора Помса. Простите, вы сказали профессор Помс? Вы не могли бы поработать где-нибудь в другом месте, а? Нет. Нам нравится здесь. Добрый день. Тише. Простите, что вы... Простите, что вы... Так. Ну давайте читать. Собственно, что еще можно сделать? Давайте сейчас все прочитаем. У нее, кстати, там что-то появилось в блокноте, она вроде как записала, да? Я так думаю, это из заметок. Давайте мы пока не будем смотреть заметки. А почитаем. Так. Где-то в красивое место. Давайте встанем. Вот прям вот здесь. Прям посредине. О, вот так. Так. И где там наши документы? Ой, я опять не туда. Вот здесь документы, да? Книга о путешествиях по Амерзону. Да в смысле? А, вот так. Амерзон. Экспедиционные заметки Александр Валембуа. Горизонты Земли. Ну погнали. Красные Амерзонские кукушки. Кукулус Росо. Надеюсь, правильно. Ой, какая закладочка прикольная. С мамонтом, между прочим. 367 страница. Этот подвид обычный кукулус конорус, будучи классическим обитателем Амерзонских джунглей, является самым ярко окрашенным представителем пернатых среди местной фауны. Оперение мужских особей отливает ярко красным, в то время как самки имеют более скромную красно-бурую окраску. Среда обитания и пища. Красные кукушки населяют наиболее изолированные и густо заросшие районы Амерзонских лесов. На верхних ярусах тропического леса они чувствуют себя полными хозяевами. Тем не менее, исследователю может представиться прекрасная возможность увидеть этих птиц, когда те предпринимают рискованные путешествия на нижней ветке в поисках лесного винограда савиньон. Сочные винные ягоды очень нравятся кукушкам и являются основной пищей этих птиц. Бывает, что от большого количества съеденных плодов птицы приходят в состояние близкое к опьянению, становясь после этого легкой добычей для хищников, есть самому и быть съеденным другими. Таков неумолимый закон природы. Значит, нам нужны не семена никакие, а виноград. Где мы тут найдем виноград? Размножение. Как и другие разновидности кукушек, красные амерзонские кукушки перекладывают обязанности по выращиванию своего потомства на других пернатых. Такое паразитическое поведение позволяет виду активно размножаться при минимуме усилий. Самка кукушки обследует свою территорию в поисках строящихся гнезд. Для того, чтобы отложить собственное яйцо, она выжидает момент, когда хозяева отлучатся. Обычно это происходит днем, после того, как хозяйка гнезда сделает утром кладку. Отложив свое яйцо в выбранное гнездо, кукушка выкидывает одно хозяйское, которое потом уничтожает, иногда съедая его. Вот тварь! Чаще всего птенец кукушки появляется на свет раньше своих сводных братьев и сестер. Вылупившись, птенец инстинктивно выбрасывает из гнезда оставшиеся яйца. Ну твари, твари, эти птицы-твари. Молодой кукушонок быстро растет, иногда его приемные родители вынуждены садиться на спину голодному птенцу, чтобы прок... покормить его. Ничего себе. Даже если яйцо кукушки значительно превосходит яйца хозяйской кладки по размерам, оно напоминает его окраской. Пусть не абсолютно точно, но вполне достаточно, чтобы быть принятым большинством видом пернатых. Будущее вида. Любовь кукушек к винограду могла бы в скором времени оказаться губительной для вида. Европейские поселенцы занимаются выращиванием винограда на берегах Амерзона. Сильно сократили популяцию красных кукушек. Это я неправильно прочитала, да? Ну ладно. Винограды... Нет, не так. Виноградари, чтобы защитить урожай от безжалостного мародерства, объявили решительную войну этим птицам. Отстреливают, что ли? Есть основания опасаться, что кукушки в ней проиграют. В ней проиграют. Красные кукушки сравнительно неплохо размножаются в неволе и являются одной из жемчужин орнитологической коллекции Баракштадтского университета. Тем не менее, ученые университета признают склонность этого вида к чрезмерной экспансии при благоприятствующих условиях в ущерб другим, более редким видам. Зачем писать таким почерком? Покрупнее как-то не видно же ничего. В связи с этим руководство Баракштадтского птичника проводит политику контроля рождаемости, чтобы сохранить баланс в созданной или искусственной, созданной ими искусственной среде. Лесной виноград-совиньон. В наши дни дикий лесной виноград-совиньон – большая редкость. Ну, черт, естественно. Количество растений резко сократилось в результате эпидемии экваториальной филоксеры. В Европе разведением этого вида успешно занимаются исследователи с кафедры ботаники Баракштадтского университета. Работы баракштадтских ученых внесли значительный вклад в дело сохранения винограда-совиньон как вида. Все, мы найдем сейчас виноград и покормим этих птиц. Определитель гриб... А зачем нам это? Ну, давай, почитаем. Кошмар! Почерк вообще ничего невозможно понять. Иллюстрированный указатель растений и грибов. Коллективная монография Общества натуралистов Баракштадтского университета. Автор вступительной статьи профессор Корнелиус Понс. А, это наш этот чувак. Определение собствен... Нет. Отделение естественных наук Баракштадтского университета. Как... Блин, ты посмотри, а. Янгала кола. Что? Какая кола? Грибная кола. Янгала кола представляет собой гриб, лишенный ножки и имеющий плотную структуру. Как лишенные ножки? А вот это что тогда? Это не ножка? Кстати, такая же закладка. Пред... А, возможно, кстати... Хотя он про кукушек сказал, он ничего не знает. Почерк просто похожий. Представитель семейства... Каких? Трутовых? Или труповых? Ой, труповых. Трутовых, наверное. Произрастающие исключительно на стволах некоторых видов деревьев в Эмерзонских джунглях. Так! В Эмерзонских джунглях. Так он знает, ну, может быть, про кукушек не знает, но он наверняка знает про этих. Про савиньон. Сейчас мы у него пойдем спросим. В Эмерзонских джунглях. Хотя молодой гриб и съедобен, янгало-кола по структуре напоминает древесину, имеет невыраженный запах и не представляет особой кулинарной ценности. Фигня просто, короче. Тем не менее, коренные жители берегов Эмерзона эти грибы исключительно ценят. Их пристрастие к безвкусной древесной губке послужило поводом для проведения обширных научных исследований. Биологи пришли к выводу, что янгало... Янгало-кола содержит особый фермент, присущий только данной разновидности грибов. Это вещество способно значительно улучшать зрение, придавая ему сверхъестественную остроту. Индейцы из Верховьев Эмерзона открыли этот эффект уже несколько веков назад. Янгало-кола высушивается, перетирается в порошок и употребляется перед началом охоты. Его эффект проявляется сразу же и приводит к существенному улучшению зрения. Охотник обретает способность даже с большого расстояния различать, поражать дичь, прячущуюся в густом... Чего? Что это за слово? Я не понимаю, поблески? А, подлез. Кошмар. Какой кошмар. Как-как-как-то вообще ничего не... Ничего не видно. Блин. Ну ладно, это хотя бы не субтитры с англий... С это... С английским этим... С английской речи. Хоть это... Прочитать можно, не опоздать. Ничего не отменить. Так, нам куда? Нам туда или... Куда? Где наш профессор? Пойдемте за профессором. Батарея. Потекла, что ли? Профессор! Профессор Понс! Скажите, у вас есть савиньон? А, добрый день. Да, в чем дело, Мисс? Савиньон. Нам нужен савиньон. Да. Скажите, а слова лесной савиньон вам что-нибудь говорят? Савиньон? Савиньон. Это, кажется, какой-то тропинник. Савиньон. Ну, виноград. Савиньон. Тогда мы говорим об одном и том же растении. Это такой редкий кустарник с мелкими ягодами. Я нашла книгу об Аммерзоне. Там говорится, что савиньон выращивают здесь, в Баракштадте. Вы не знаете, где он растет? А Аммерзонский савиньон здесь? Да. Нет, не думаю, что он здесь есть. Это маловероятно. Впрочем, спросите у начальника станции. Он присматривает за местный оранжерей и знает о растениях больше. Тачьян. Я попробую, спасибо. А нафига нам прогребовала? Ну что ж, не буду вам больше надоедать. Надеюсь, я не слишком вам помешала? Как вы говорите? А, нет, нет, нет. Нисколько, дедушка. Боже, прекрасный. Прекрасный дядька. Давай сходим к начальнику станции. Отлично. Продвижение какое-то пошло. Ура. Я уже думала, мы тут 300 лет будем сидеть, это, бродить, ходить. Нет, что-то двигаемся, двигаемся. Пойдем понемножечку, потихонечку. Так это, так сказать. Примерно как вот она бегает. Есть какой-то способ побыстрее тебя ускорить? Наверное, нет. Ну-ка, беги давай, еще будешь ходить не тут. Кошмар. Так, этот хлыщ стоит тут, да, еще? Козел такой. Оркестр. Нам надо починить оркестр, получается. За это нам дадут деньги. Мы их заплатим вот этим людям. Где у нас начальник станции? Вот здесь где-то, да? Да, по-моему, он посередине. Пошли. Баракштадт, Баракштадт, Баракштадт. Хм-хм-хм. Ну что такое? Как медленно это происходит все. Быстрее. Еще быстрее. Окей. А так ты хрен не гей тут носиться бегать. А на что, не себе, что ли? Да-да-да. Ладно, иди как идешь. Но для нас можно было бы быстрее это ускорить, потому что, ну что, блин, мы тут большие локации. Ходим, ходим. Вот он. Мужик, про Савиньон что, знаешь? Можно я вас побеспокоюсь? Я могу вам чем-нибудь помочь, мисс? Да, можешь. Убавить мне звук можно. Да, а то я глуплю сейчас. А Савиньон? Не подскажете, где здесь найти лесной Савиньон? Нигде. Не водится он тут. И вообще я первый раз о нем слышу. Поезжайте на Амерзон там и ищите себе эту птичью отраву. Что такое держите? Те, которые в первый раз слышат об этом растении, вы, пожалуй, многовато о нем знаете. Ну, Амерзон, Перу, Папуа, Новый Геннадий. Ну-ка не ври. Винсун. Для меня это все еди. Извините, мне пора. По-любому вино делает из них. Куда пошел? Подождите. Похоже, они что-то не договариваются. Он, по-любому, он, короче, из винограда наверняка делает вину и продает его подпольно. Куда он делся? Ног назад. А реально, куда он ушел? Козел такой. Он врет нам нагло. Пошли искать его. Мы сейчас на него нажалуемся. А где его найти теперь? Ну-ка, пошли куда? В оранжерею. Ну, по-любому, здесь больше негде расти. Только в оранжерею, вот в этой. По-любому растет в оранжерею все. Так, это кукушки там эти. Ну-ка, пошли мы его сейчас догоним. Сейчас мы ему дадим. Тут дрозда. Будет нам врать. Мы тебя нормально попросили, слышь. Нам надо, нам бы это... Уехать от... О, его тут нет. Блин. Моя идея провалилась. Просто в бездне. Активно идти? Так, ну, можно, конечно, сходить к этим ректорату. К этому... К этим трем чувакам. С ума чечем. Блин, ну куда он делся-то? Он ушел. Ушел не совсем? Нам пару ягодок надо кинуть вот этим курам. Что такое жадное, а? Какой жадный человек вообще просто. Кошмар. Это же вообще... Ты что застряла? Так, не надо, не надо. Не застревай, Кейт, я умоляю. Нет, в ту сторону нам вряд ли надо. Может, мы побегаем, и он вернется? Подожди, давай посмотрим все-таки здесь. Мы уже сюда добежали. Где-то же он должен быть. Он ушел-то. Нам что делать-то? Его, похоже, тут нет. Не, ну куда? Он уперся туда, что ли, по вратам? Зачем ему туда? Не, здесь его нет. Пошли назад. Пошли на него ректорату нажалуем. Он сейчас, вон, это вообще потеряет свою работу, свой доход криминальный, подпольный. Это же виноград. Виноград. Что у нас было написано в книге? Делают вино, да? Что я забыла? Где это? Вот. Ну-ка. Да-да-да, в Европе успешно занимается исследование количества резкой эпидемии. Виноград – большая редкость. А, это птицы, в смысле птицы пьянеют, да? Близко к опьянению. Здесь сочные винные ягоды. А, вот вино. Ну да, это винные ягоды. Значит, в принципе, винные ягоды, на самом деле, из любого винограда можно сделать вино. Так что, из винных ягодок, тем более. Получается, ты обычный виноград ешь, ты не пьянеешь. О, нету. Капец, пошли к этим индюкам. Обычный виноград ты ешь, ты не пьянеешь. А вот этот, получается, птицы едят и пьянеют. Хотя, может быть, птицы от обычного? Нет, пьянеют ли птицы от обычного винограда? Но савиньон – это явно что-то такое. А, стоит! Хлыч такое. Здорово. Нашли. Простите, что отрываю, но мне опять нужна ваша помощь. Дай виноград. Вы что, не видите? Я страшно занят. Ага, вижу, стоит. Если честно, не вижу. Кто? А, ну так я занят? Ужасно занят. Чем? Ладно, пара минут у меня есть. Стоит. Что там у вас? Дай мне... Я тут ищу такие маленькие сочные ягоды. Не подскажете, где мне их найти? Слушайте вы, на солнце нет никакого савиньона, тем более лесного. Ты откуда знаешь, что он лесной? А, забавно. А мне как раз лесной савиньон и нужен? Савиньон, малина, смородина, я в них не разбираюсь. И здесь ничего такого не растет. А вот вы знаете, я тут прочитала одну интересную книгу, так там написано, что савиньон выращивают как раз в знаменитом баракштадтском птичнике. Ты нам зубы-то не заговаривай. Если в книжке написано, неужели вы верите всему, что пишут в книжках? Слышь, ты давай... Не знаю почему, но мне кажется, что вы меня обманываете. Это еще почему? Слушайте, я в глаза не видел вашего дурацкого винограда. Идите, спросите у своего профессора, как там его фонза. Он все знает, что это виноград. Но это же вы начальник станции. Вы должны все знать. А мне никто ничего не рассказывает. И ничего я не знаю. Идите к своему любителю древности, а меня оставьте в покое. У собака, нам нужен компромат на него. Я только что из ректор... Я от них это выжду. Это точно. Нет. Ну... Так я же... Ну что, двигать? Ну, можно? Да так. Это мы читали. Помни, я тут, похоже... Да все, что угодно. Понятно. Здесь столько... Это мы тоже уже слышали. А знаешь... Да... Понимаете? У вас тут... Просто... А почему? Сачем? Идите. Я тут ищу... Кушать? Нет, ну что-то же самое. Матросы с баржи согласны отбуксировать мой поезд к заводящему механизму. Но они просят денег. Вы не могли бы одолжить мне пару долларов? Я была бы вам очень благодарна. Пару? Сотку? Ну, знаете ли, мисс, вы меня просто поражаете. Спросить деньги у незнакомого человека. Ну, то есть... Да. Слушайте, мне нужны деньги, чтобы убрать мой поезд с вашей станции. Потому что мой поезд мешает вам, пугает ваших птиц и раздражает ваше начальство. Послушайте, я ведь только начальник станции. У меня свои проблемы. У вас свои? Ясно? Не доперевели. Ну ладно. Не буду вам больше надоедаться. Нам нужен на него компромат. Добро пожаловать в парк. Это подействует? Вот. Давайте пинцет книги. Так, нам надо брать. Где мы, читай? Вот здесь, да? А, нельзя. Ясноча. А это что? Нет. Это прям печально. Давай его затыкай. Давай его тыкать. Кейт такая. Кейт вообще не хочет тыкать. И что? А что нам делать? Что ты мне прикажешь делать? Я раздобуду на него какой-то компромат или что? Как его шантажировать? Ладно, пошли. Сходим к Понсу и к Ректорату. Кто-то из них должен нам что-то подсказать, что сделать с вот этим. Ну еще. Как долго она спускается? Просто прям очень долго. Мы так будем тысячу лет ходить по этому Баракштаду. Большие локации и медленный ход. Просто прекрасно. Шедевр. На самом деле красиво. Очень красиво. Даже просто можно просто залипать и смотреть на это все. Красивые здания. Всякие древние саблизовые тигры. Курицы стоят, индюшки вот эти всякие омерзонские. Омерзительные птицы, да. Мы их называем. В простонародье это называется омерзительные птицы. К кому первым идем? Пойдемте к Понсу. Он же нас послал к этому птичнику. Затем сходим к корректорату и скажем, что ваш птичник охренел совсем. Есть подозрение, что он варит подпольное вино и продает его. Да-да, разрушает, просто разграбляет ботанический сад Баракштада. Это непоправимый ущерб, нанесенный флоре и фауне нашего университета. А здесь ничего нет. Скажите, если бы здесь в Баракштадте выращивали савиньон, вы бы об этом знали? А что вы считаете, что здесь есть савиньон? Я читала об этом в одной книге из местной библиотеки. Ну, попробуйте спросить у начальника станции. Если такое растение здесь есть, он должен об этом знать. Вообще-то это он меня к вам послал. Я удивилась, но он сказал спросить у палеонтолога. Вы ведь здесь единственный палеонтолог, верно? Да. Да, здесь единственный. Странно. Ну, я думаю, он просто ошибся, вот и все. Вряд он нам. Мне здесь никто ничего не рассказывает. Возможно, вам стоит поговорить с ректорами. В конце концов, это они управляют университетом, не я. Так, я сразу к ректору хотела пойти. Ну что ж, не буду вам больше... Так, это все одно и то же. Мы не будем это слушать, а то затягивается время очень сильно. Пойдемте. Я так... Прямо, да, к ректорату. Я так и хотела изначально. Я прям... Я чую, чую. Давайте на него жаловаться. Сейчас мы его сдадим с потрохами, он вообще пожалеет обо всем на свете. Козел такой, а? То, блин, уберите поезд. Значит, это ваш поезд, ваши проблемы. Мои проблемы, твои проблемы, пока мой поезд стоит на твоей станции. Понятно? Козел. Вот козлы все здесь какие, а? Ну, кроме понца. Этот вообще прекрасный старичок, профессорок, вообще очень мне нравится. Он прям потрясающий. Мужики, ректор, здрасте. Сидят. Чай вы допили, надеюсь? Прошу прощения за беспокойство, господа, но у меня небольшая проблема. Вообще-то большая. Проблема? Сейчас у всех свои проблемы. И земной шар от этих проблем пока не остановился. Вот этот козел, блин. Рот закрой. Савиньон. Вы абсолютно уверены, что здесь нет амерзонского савиньона? Я только что говорил с начальником станции и с палеонтологом, и судя по их словам, здесь явно что-то не так. Мы полностью отвечаем за свои слова. В Барокштадте нет савиньона. Видите ли, мисс, амерзонский савиньон это очень редкое и прихотливое растение. Да-да, природные условия тропиков очень трудно воспроизвести, поверьте. Так вот у вас отлично. Ах ты козел. Ты спалился. Так вот же, мы же видели ее. Оранжерея? Ну если бы у нас им была оранжерея, то это был бы всего лишь маленький садик за зданием станции. Наш начальник станции им очень гордился бы. Они дебила. Он бы о нем очень заботился. Если бы у нас была оранжерея, там все чудесно росло бы и исключительно его заботами. Мы бы очень им гордились. Да и заслуг нашего палеонтолога мы тоже не забыли бы. А при чем здесь палеонтолог? А без него и без его лаборатории мы не смогли бы делать вино. Я сказала... Это было бы очень хорошее вино. Верно, коллеги? Алкаши. О да, восхитительный нектар, способный скрасить нашу рутинную работу и тяжелые обязанности. Мы бы каждый год с нетерпением ждали нового урожая. Так значит, если я вас правильно поняла, в Бракштадте растет савинин. Его выращивают в саду за станцией. Затем под присмотром палеонтолога делают из него вино, которое уже в готовом виде попадает к вам на стол. Если я не ошибаюсь, джентльмены, это называется подпольный бизнес. Да, я сказала это. Мисс, мисс, вы все неправильно поняли. Все правильно. Мы ничего подобного не говорили. Зачем такие скорополительные выводы? Мы же говорили в сослагательном наклонении. Вы же слышали. Если бы... А если бы докабы на поле выросли бы? Если бы у меня возникло такое подозрение. Вам кранты. Вы могли бы никому о нем не рассказывать, я думаю. Дай пару ягодок, козел. Да. Если бы вы были так любезны, сохранить это втайне. Это ведь всего лишь небольшое предприятие местного значения. Всего несколько бутылочек в год. Ага. Совершенно верно. Это даже бизнесом назвать нельзя. Иначе нам, конечно же, пришлось бы уплатить штраф. Так мы можем рассчитывать на вашу тактичность? А что за это будет? Не беспокойтесь. У меня нет намерения вмешиваться во что-либо. Подождите, мне ягоды нужны? Если бы мне понадобился савиньон, нашла бы я его в саду за станцией. Если бы савиньон здесь был, вы, несомненно, обнаружили бы его именно там. Но начальнику станции пришлось бы провести вас туда. Ключ был бы только у него. Пусть проведет. Да. Если бы дела обстояли так, как вы предположили, вам пришлось бы действовать именно так. А-а-а. Так пусть проведет нас. Если бы мне понадобился. Если бы... Но начальнику... Да. Короче, палеонтолог, ты замешан наш. Что ты мы заговорили? Уже? Опять чай. Вы только что переказывали. Замешан наш профессор Понс. Замешан. Так, может быть, и там. Может быть, и денег у него побольше. Ему, наверное, приплачивают за это вину. Короче, ладно. Все равно он мне нравится. Он мне нравится, этот профессор. Что не говорите вообще прям. Ну, у меня какие-то к нему теплые чувства. Я прям не знаю. Поэтому. Фиг с ним. Вот это все вот эти вот три заводилы. И вот этот вот начальник станции. Дельный такой вообще. Пошли. Сейчас мы его нагреем. Голову-то. Будет он нам тут врать, а? Завирать. Кошмар стоит. Никакого винограда тут нету. Ты, вреда, не завирайся. Хоть бы это. Глядел за своей речью, что ли? Вообще беспрецедентный. Кошмар. Вот он стоит. Давай, давай мы его сейчас... А, блин. Сначала подняться сюда точно. Как же... Не все так просто. Куда ты пошла-то? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Стоять. А это ж такое. Мы здесь были когда-нибудь? Я пропустила вот это? Федь, ты что мне не говоришь? Что это? Мне нужен ключ. Похоже, эта штука сломана. Здесь ничего не сломано. Здесь на все нужен просто свой завод. Что это такое? При возникновении проблем позвоните по этому телефону. Это надо записать. 2-7-6-6-7-42. Помня случай в шорохе, если записан номер где-то и у вас есть телефон, обязательно звоните по этому номеру. А-а-а! Это, наверное, штука, открывающая вот этот шлюз. Все понятно. Но это нам не сейчас. Да куда ты, блин? Кейт, алло! Вот сюда нам. Блин, это разные, прикиньте. Сейчас вот... Хотя, с другой стороны, если бы я не ошиблась, сейчас мы... Сколько бы мы еще бы искали вот этот момент? Ой, вот так всегда. Все случайно. Все случайно, Пусть. Можно было тут упустить. Простите, что отрываю, но мне опять нужна ваша позиция. или через месяц. Вы что, не видите? Я страшно занят. Если ч... Что? Вы меня обманывали все это время. Вы прекрасно знали, что в стационарной оранжереи растет савиньон. Да нет, Женни. Не видел я вашего савиньона или как его там. Все ты видел. По этой операции. Послушайте, зачем вам меня обманывать? Я все знаю. Вы с ректорами в сговоре. В лаборатории профессора устроили самую настоящую винакульную. Но у вас тут целый подпольный бизнес. Да-да-да. Ну, этого уж слишком. Ну да, делаем винишко помаленьку, но только для себя. Честное слово. Как не стыдно. Вас что, не волнует репутация университета? А вас давно пора сообщить, куда следует. Мы же ничего противозаконного не делаем. Да что ты. Откройте, пожалуйста, ворота в оранжере. Конечно, конечно. Без проблем. Сию минуту без... Казмирилл. Пошел, блин. Пошли. Пошли за ним. Он так быстро ущеголял. Он хромал. Ты посмотри, что происходит. У него же там спина поломана, покоцана. Он там это, свалился откуда-то с лестницы. Капец. Вот он это. Пощеголял. Ты глянь. Мы за ним даже не успеваем. Куда он делся-то? Так, ну по-любому нам сюда. Больше я не знаю, где оранжерея. Я думала, вообще вот это все оранжерея. А там еще дальше получается. Открыл? Пожалуйста, не беспокойтесь. Хотите сколько хотите. Угу. Да. Просто хотел сказать, я вообще-то не обманщик, честное слово. Мне велят, ну да и... И о честь университета надо подумать. И начальству уважать. Вот. И делаю, что могу. Да, человек под него... Я все понимаю, не беспокойтесь. Да, да, да. Спасибо вам, мисс. Да на здоровье. Все, дай нам ягод. Мы это... Нам надо кукушек отогнать. Да нет, так-то умедленно входит. Посмотри. Как он у нас обогнал так быстро. Вообще, беспредельщик. Пошли. Стык. Оу. Это оранжерея? Я думаю, оранжерея это как раз-таки то, что в этом. В закрытом пространстве, потому что, ну там же нужны особые тропические условия, а здесь мы на улице, получается? Или это дальше? Офигеть. Я вообще вот этого не помню, кстати говоря. Вот эта тема с оранжереей, с этим... со всякой этой... Реально не помню. Пусть ледь берез растет, что ли? Это потрясающая музыка. Победная. Как я люблю вообще такую музыку. Когда она в нужные моменты... Но, по сути дела, сейчас она в нужном. Все, ягоды получили. Но это вообще странно. По идее, тропический условия она, кажется, должна быть под куполом. Вот этим. Красивые люди. Какие просто потрясающие. Вообще, красота. Даже несмотря на то, что графика, смотрите, никакая вообще. Облака не плывут, деревья не шелестят. Все равно красиво нарисовано, как вот на картине. Великолепно. Представляете, какой можно было бы шедевр сделать с современной графикой? Вот это вот... О-о-о-о. Прям вообще... Так, нам в ту сторону к этим индюшкам, кукушкам. Ты же знал, что кукушки мерзкий парень, но каждый раз, когда слышишь, прочитаешь, каждый раз одиноградцы у него. Ну, конечно. Сейчас они напьются и отвалятся куда-нибудь. Ну, какие-нибудь... Пошли прочь. Ну, что там? Там все хранится пазухой. Пш-пш-пш-пш. Как голодный. Пошли, пошли, пошли. Между прочим, три ягоды взяли. Куда третью дели? Сейчас они подерутся еще за две ягоды. Эти не досталось, походу. А что там наверху? Подожди, мы... А, там, наверное, эти. Гнезда или что там такое? Как высоко. Кстати, все вот это вот тоже железное такое, механическое. Явно Гансом все построено. Ну, соответствует как бы нашему поезду. Атмосфере. Ага. Это, наверное, тот самый орел, который разгоняет яйца. Не достать. Что? Что это не достать? Ты хочешь сказать, далеко? А, у нас есть вот этот пинцет, да? Это что за яйцо? Кукушки. Ты хочешь сказать, оно нам подойдет туда, вот в ту конструкцию? Я думала, нам золотое нужно яйцо. Ну, или какое там, ну, может быть, железное, просто покрытое. Позолотой или что-то еще. Ну, который там такой же, подобный, есть уже. Здорово, да? Ну, ладно. Ой, а куда они делись? Пьяные. Алкашки, кукушки валяются там под кустом, наверняка уже. Угу. Прячутся от хищников, которые могут их, пьяненьких, сожрать. Угу. Да-да. Так, а давайте мы здесь пока остановимся. Нам не видно Хейт. Вот так. Давайте остановимся и продолжим в следующий раз. То у нас, значит, получится очень длинное все. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...